здравствуйте мои подписчики и гости канала в этом видео представляю вам обзор и отзыв на книгу харуки мураками после мрак эту книгу я читал в середине нулевых тогда ну примерно на то время приходил кося мой пик увлечения харуки мураками я прочитал после мрак норвежский лес хроники заводной птицы dance dance и другие книги из трилогии овцы а также страну чудес без тормозов и конец света обзор на книгу норвежский лес вы уже можете посмотреть на канале перейдя по ссылке в подсказке или в описании также в описании вы найдете ссылки на другие книжные обзоры и отзывы в этом видео поговорим о после мраке книга которая описывает одну ночь в love отеле love отель это изобретение японцев то есть это такие места куда люди могут прийти и заняться любовью снять номер на час два или ночь и вот в этом love отеле собирается три или четыре человека сейчас я точно не помню и и повествование ведется таким образом что в одной главе рассказывается про одного человека и события с ним связанным в другой главе описывается поведение другого человека и события с ним связаны и так далее однако все эти главы помечены временем то есть все начинается незадолго до полуночи и заканчивается где-то около 8 утра то есть вот это вот одна ночь описано в достаточно тоненьком романе здесь всего сейчас я вам скажу сколько 240 чуть меньше 240 страниц давайте начнем наш обзор с аннотации которая приведена на оборотной части книги впервые за много лет покупки книг и вообще увлечением чтением книг я вижу что задняя обложка сделана в горизонтальном формате как и первая обложка также горизонтальный формат в то время как в других книгах это обычный стандартный вертикальный формат и и аннотация так разные люди бродят в разные стороны одни куда-то идут другие никуда особо не торопятся у одних есть цель у других цели нет одни умоляют время задержаться подольше другие подталкивают его в спину лишь бы она бежала еще быстрее но когда уходят последние электрички в этих местах наступает очень странное время совсем не то что мы называем ночью наше терпение иссякает мы больше не можем пассивно разглядывать то что показывает телевизор а мы хотим проверить все сами а это была аннотация и так а теперь я вам покажу как of какое оформление угла в книге вот смотрите как я уже выше говорил начинается все незадолго до полуночи и на первой главе стоят часы которые показывают без четырех минут 12 pm это английское сочетание post meridian то есть это вторая половина дня и так далее далее вторая глава первая глава описывает то что произошло всего лишь за одну минуту вторая глава уже без трех минут 12 без трех минут 12 и третья глава уже прошло полчаса 12 25 и так далее я сейчас пролистаю 11 глава 11 глава уже показывают без двадцати четыре утра последняя глава сейчас последняя глава заканчивается в пятьдесят две минуты седьмого без восьми минут семь вот такая вот необычная компоновка у этой книги и и даже сохранилась даже сохранилась метка когда я эту книгу покупал удивительно сейчас я попробую сделать к сожалению нет возможно вот видна дата этой метки это 11 августа 2005 года удивительно никогда бы не подумал а интересно она река на норвежском лесе есть такая этикетка сохранилась ли до сохранилась на норвежском лесе 28 4 0 5 28 апреля это норвежский лес удивительно обычно такие наклейки стираются очень быстро буквально там за пару лет и эти на этих наклеек уже нет а тут на обоих книгах и обе наклейки сохранились это удивительное открытие и чтобы еще сказать про после мрак после мрак когда я покупал эту книгу я думал что она будет мрачная скажем так по названию намного намного мрачнее чем только что прочитанный мной норвежский лес но прочитав после мрак или даже начав его читать я увидел я почувствовал что намного более легкая книга я не знаю с чем это связано более легкая по сравнению с норвежским лесом норвежский лес он такой вязкий тяжелый более подробно про впечатление по ссылкам и мне казалось что сейчас после мрак вроде бы мрачное название и там еще будет более мрачное повествование но норвежский лес было невозможно переплюнуть и в следующий раз следующий виток когда я покупал книги мураками это оказался оказались хроники заводной птицы вот они смогли приблизиться к норвежскому лесу достаточно близко по мрачности повествование и и получается так что мураками чем он становился старше потому что норвежский лес вышел в восемьдесят седьмом хроники заводной птицы вышли в середине девяностых а после мрак это 2004 то чем старше он становился тем более мягкое мягкие произведения у него выходили но он за счет вот этой мягкости скорее потерял потому что попытка удержать читателя с помощью только одной мистики как например в 1 q84 к сожалению большого такого эффекта она то есть она она скорее дает обратный эффект то есть вот эта мистика которую нагнал в 1 q84 и потом сбросил резко но об этом я говорил более подробно в отзыве она заставил заставил усомниться в том а сохранился ли харуки мураками как мураками это был такой немного сумбурный отзыв на книгу после мрак харуки мураками на канале еще много других отзывов на книги также напоминаю вам что есть отзывы которые один одно видео одна книга то как они сейчас выходят а еще есть огромные часовые видео полутора часовые видео с где собраны отзывы на несколько книг например на книги по бизнесу на книги по экономике финансам на книги художественные я оставлю по ссылке в описании вы можете пройти на эти отзывы в чем их особенность там в описании к этим видео есть там тайм-коды и вы можете не смотреть видео целиком вы можете выбрать какие книги вам интересно какие отзывы на какие книги интересны и посмотреть только их не тратя полтора часа времени на просмотр всего видео я вам напоминаю об этом но а еще ссылки появятся вот здесь рядом с моим лицом слева и и справа они появятся ближе к концу видео чтобы вы могли не искать эти ссылки внизу а нажать на эти две плашки здесь будет на экономику и финансы а здесь будет художественная литература благодарю вас за внимание подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик уведомления делитесь видео в социальных сетях а следующие отзывы последуют и до новых встреч